Пожар, разгоревшийся 8 июня на трех гектарах, стремительно охватил больше 60 тысяч гектаров. 14 сотрудников лесного хозяйства, которые боролись с огнем, погибли. Один все еще находится в розыске. Пятый день пламя не утихает. В Абайской области побывал глава государства. Будет назначено персональное пособие всем семьям, которые пострадали. Я вам это обещаю. Это будет постоянно. И будет создан при мне специальный фонд. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим. Житель Шимкента, пенсионер Шири Маслбеков считает, что трагедия произошла из-за отсутствия системы в работе и халатности руководителей. Министр по чрезвычайным ситуациям освобожден от должности. Все получили наказание. Почему те, кто должен координировать работу, этого не сделали? А кем области? Местные власти? Почему у нас так происходит? Говорят, дороги плохие, техники нет. Говорили, что есть опасность. Но отреагировали только тогда, когда не стало 14 сотрудников лесного хозяйства. Представители старшего поколения уверены, можно было предотвратить беду. Ведь за погибшими стоят их дети, родители и родные. Конечно, соболезнования нет однозначно. Зависит от того, как наше правительство работает. Вот это самое главное. Если бы они работали нормально, мне кажется, такого бы не случилось. Семьи потеряли своих кормильцев, мужей, дети отцов потеряли. Женщина там тоже погибла. Все молодые. Но очень жалко. И мне кажется, должно быть какая-то помощь надо оказывать все-таки. И вот, например, по нашей Туркестанской области. Надо как-то собраться, что-то делать надо. Пожар в лесном хозяйстве в Абайской области должен стать уроком. Причиной его возникновения мероприятия, принятые в первые моменты, должны быть оценены соответствующими органами. Такой ужас не должен повториться. Мы должны объединиться, говорят жители Шимкента. Необходимо поддержать семьи и оказать материальную помощь. Мы не оставилися отечественников, когда была трагедия в городе Арысе, а также в Жамбулской области. Мы должны разделить их скорбь. В связи с гибелью людей в результате пожара в Абайской области главы государства Турция, Азербайджана, Узбекистана и Россия выразили соболезнования главе государства и народу Казахстана. Указом президента все погибшие награждены орденом Кормет. Шнара Уразова, Ерлан Бексиитов, Александр Крапивкин, служба новостей телеканала ОТРАР. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова